Глава седьмая. Уровень радости. Сур. Итак, мы подошли к одному из самых важных знаний, где кроются ответы на многое, что было сказано мной до этого. Почему кто-то из вас очень добрый, а кто-то лишен сентиментальности, груб и жесток, у кого-то, по вашему мнению, очень тяжелый характер, а кто-то кажется совсем беззаботным? От чего это зависит на самом деле и что определяет особенности вашего поведения? Какая энергия управляет этим и где находится источник этой энергии? Для того, чтобы по-настоящему понять все эти процессы, понять, как они возникают, что является их источником, сначала тебе необходимо будет разобраться в одном очень важном понятии, истинное значение и предназначение которого давно скрыто от вас. Постараюсь, как всегда, дать информацию в простом, понятном виде. Итак, понятие, о котором нужно знать – радость. Много запутанного, забытого, неправильно понятого или переведенного. Если понятие надежды не существует, а за этим красивым названием кроется процесс накопления энергии от ожидания, появления напряжения, что есть неправильно и чего не должно возникать вовсе, то о понятии радость у вас совершенно ошибочные представления. Истинное значение понятия радость усилиями вируса было скрыто от вас и внедрено в ваше сознание всего лишь как один из видов эмоций. Как и в случае с определением понятия надежды, тебе будет трудно принять и новое понимание настоящего предназначения радости, ее уровня значимости для вас, души. Но поверь, разобраться и принять это необходимо, так как это не просто реакция твоего организма на что-то приятное. И для того, чтобы осмыслить, что же такое радость на самом деле, нужно знать, что происходит в вас в тот момент, когда вы испытываете это чувство. А происходит вот что. В конструкции души, в вас, есть отдел, самый важный для вас отдел, который отвечает за необходимый уровень энергии жизни, в котором и происходит наполнение души этой жизненной энергии. Будет этот отдел пуст, вы, душа, сразу погибнете. Когда уровень энергии в нем пополняется, то есть поднимается вверх, а это происходит в результате вашей реакции на возникновение у вас приятных ощущений или получения вами впечатлений от приятных событий и жизненных ситуаций, то в этот момент, в момент подъема вы и начинаете испытывать эмоцию радости. Каждый раз, когда чувство радости посещает вас, вы, души, пополняете уровень энергии в этом отделе. Именно эту энергию вирус с помощью сущностей перерабатывает в негативную. Именно здесь, в этом отделе находится самое важное для вашей души жизни, сам источник вашей жизни, но и самое важное для вируса, источник его питания. Радость и есть энергия вашей жизни. Уже в самом названии содержится объяснение, что именно пополняет отдел жизненной энергии. Питается вирус, как я уже сказал, энергией жизни, но не в чистом виде. Жизненная энергия обладает огромной мощностью, но изначально сама по себе, несмотря на то, что увеличивается за счет положительных эмоций, не имеет позитивного или негативного вектора. Сущности, ввязывая вас в проблемы, ссоры, неприятности, меняют нейтральный характер энергии жизни на негативный, тяжелый. У вас появляется неприятное волнение, ноющая душевная боль – это признак того, что идет сам процесс перевода энергии из легкого состояния в тяжелое. В результате этого образуется определенный объем негативной энергии, которую с удовольствием и ест вирус, тем самым сильно ослабляя вас энергетически, энергии, ослабляя ваши жизненные силы. Когда это происходит, то у вас, души, падает уровень жизненной энергии, энергии радости. И большая опасность состоит в том, что с каждым разом, когда у вас возникает душевная боль, энергии вашей жизни становится все меньше и меньше, и это может привести вас к вашей гибели, гибели души, абсолютной смерти. Вы душа, длина жизни которой в миллиарды раз больше длины жизни скафандра. Жизнь скафандра – это миг в вашей душе жизни, и таких скафандров у вас будет еще миллиарды. Но принимая игры вируса, а именно конфликты, ссоры, негативные события за свою настоящую жизнь, принимая негатив за что-то объективно существующее, вы очень сильно, можно сказать, катастрофически сокращаете продолжительность жизни души, буквально до нескольких сотен земных воплощений, подавляющее большинство из которых вы все уже прожили. Единственным способом восстановить себя, душу, после негативных действий вируса, являются методы, влияющие на процесс пополнения жизненной энергии, энергии радости. Необходимо наполнить себя этой энергией до определенного уровня, до уровня, каким он был в вас изначально. И методы эти очень просты. Радоваться, любить, дарить добро, получать удовольствие от окружающего вас мира, а также снова вернуть то, что условиями вируса было отобрано у многих из вас и запечатано завистью. Это умение по-настоящему искренне радоваться всему хорошему, что происходит в жизни других людей. Подробнее о том, как правильно применять эти и другие методы, поговорим в практической части. Помните, когда вы радуетесь, вы не просто испытываете положительную эмоцию. В это время происходит ваше души наполнение жизненной энергией, происходит ваше души восстановление. Вам необходимо понять, и это очень важно, что восстанавливая себя, больше не нужно поддаваться на негативные действия вируса. Иначе получится, что вы пополняете себя жизненной энергией только для того, чтобы снова накормить ненасытного монстра и продлить его существование, сократив при этом свое, так как вы вновь отдадите ему энергию и в гораздо большем объеме, чем вам удалось восстановить. Лечь совсем не случайно не отбирает у вас возможность радоваться. И делается это только для того, чтобы вы, подзарядившись, вновь продолжили кормить его своей энергией. В вашем сознании все перевернуто. Это не бог попускает страдания, а лич организовывает их. Это лич попускает вам радость, но очень маленькими порциями в качестве подзарядки, не давая вам радоваться в полной мере и наполнить себя духовной энергией до того предела, который бы дал вам, душе, возможность управлять своим скафандром. Произошла очередная подмена, и заключается она в том, что, не зная истинного значения радости, вы потеряли серьезное отношение к этому процессу, и поэтому не испытывать радость, как одну из эмоций, вам не кажется чем-то угрожающим для вас. Однако это совсем не так. Радость для вас, как для души. То же самое, как для вас, как для скафандра. Кровь. Представьте, что вам бы сказали. Вы потеряете два литра крови. Правда, потом восстановите половину, но затем опять лишитесь двух литров. Думаю, в этом случае вы бы испугались, и отношение ваше было бы гораздо серьезнее. Как ты уже понял, наличие энергии радости – это одно из условий продолжения вашей души жизни. Но вы, не зная многого о себе, как о душе, и о себе, как о скафандре, путаете и причисляете радость к реакции мозга. Радость не эмоция мозга. Радость не имеет никакого отношения к телу, скафандру. Мозг не может радоваться. Он может через ощущения и глаза послужить импульсом для этого. Иными словами, может только фиксировать ощущения и передавать информацию о них душе. И источниками этих ощущений могут быть либо физические действия самого скафандра, либо применяемые по отношению к нему, а также воздействия на него различных химических или лекарственных препаратов. Скафандру может быть приятно, щекотно, он может испытывать восторг и восхищение, но это не имеет никакого отношения к понятию радость. Энергию радости генерирует душа, получая от скафандра информацию позитивного характера. Именно душа дает вам это ощущение, ощущение радости. Есть поверхностная реакция на ощущение, это реакция мозга, а есть глубинная, идущая из души. Радость относится именно к глубинной реакции. Даже когда вы смотрите на то, что вам нравится, радуется не мозг, радуется душа, вы. То, что раздражает или злит вас, это реакция мозга. Злится мозг, душа не злится, душа в этот момент болит. Поэтому для более правильного понимания, что такое радость, важно еще и не путать ощущения с впечатлениями. Внешне визуальные источники не являются ощущениями, но имеют очень большое значение. Наполнение вас энергией происходит с двух сторон, с внешней и внутренней. Визуальные источники являются мощным толчком для наполнения энергии с внешней стороны. Поэтому не путайте их с ощущениями, это впечатления, и реагирует на них мозг и душа совершенно по-разному. Много очень тонких моментов, от которых зависит правильность понимания тех или иных воздействий на вас, как душу, либо на вас, как скафандр. А человек, находясь в грубом материальном мире, часто не видит этой разницы. Вам нужно разделить и никогда не сваливать в кучу то, какие ощущения и как способен испытывать скафандр, и то, чем живет душа, чем наполнены вы, душа. Эмоции и оценка действий, деление их на человеческие и бесчеловечные – это все работа мозга. Работа души совсем иная. Путая это, вы формируете неправильное мнение, которое затем проецируется на ваше отношение ко всему, что окружает вас. Мозг может только реагировать и проявлять эмоции – злость, веселье, возмущение, восторг, грусть, эйфорию, удивление, страсть. Мозг стремится удовлетворять свои потребности в приятных ощущениях для себя – еда, секс и т.д. Некоторые эмоции, такие как гнев, злость, раздражение, имеют место только в вашей искривленной системе из-за заражения и изменения функций скафандра на генном уровне, но об этом поговорим позднее. Душа же есть хранитель глубоких чувств и переживаний, хранитель духовной информации. Душа – вы – является носителем любви, душевного тепла, доброты, сочувствия, радости, сомнений, интереса, вдохновения и идей. Душа вся состоит из этого, но все перечисленное выше эмоциями не является, в том числе и радость, если ты заметил. Но соединившись, мозг и душа словно становится единым целым, дополняя друг друга. Возьмем понятие идея. Идея – всегда продукт души. Поэтому, к примеру, пустые не способны ее сгенерировать. Мозг способен придумать что-то, но только на основе увиденного, услышанного или уже кем-то придуманного. Сейчас, в период начавшейся глобализации, вы все чаще сталкиваетесь и будете сталкиваться не с новыми идеями, а конструкторами из уже имеющегося. Но это уже не настоящее творчество. Если человек пришел на кухню и соединил между собой готовый, приготовленный кем-то плов и такую же готовую лазанью, то он не может называться поваром. Душа есть фабрика по производству новых, оригинальных идей. Мозг же может только оценить идею, просчитать выгоду, понятие вашей системы от ее воплощения, применить необходимые действия для осуществления идеи. В правильном соединении мозга и души происходит поистине чудо. Душа наполняет эмоции мозга смыслом, а мозг помогает душе испытать новые, неизвестные для нее приятные ощущения, дает душе возможность воплотить все ее идеи. Скафандр является единственно возможным средством в этом трехмерном мире для души, для вас, в получении этих ощущений, но сам по себе не способен испытывать глубокие чувства, присущие вам, душе. Он только лишь ваш костюм, ваш пульт управления. Вам всем нужно понять, что все то, что передается от родителей на генном уровне к вам, душам, не имеет никакого отношения. Это наследует скафандр, и это часто тоже становится проблемой для души. Повторю, радость есть энергия, энергия жизни души, ваша энергия. Ваше души – внутреннее состояние в изначальном виде, в состоянии покоя и умиротворения. Это не эмоция, это энергия, это то, что дает вам, душе, жизнь. Как человек вдыхает воздух легкими, так и душа дышит радостью, наполняя тем самым отдел энергии жизни. Но от вас скрыли это. Скрыли истинные причины, почему нужно испытывать радость. Зная о них, вы бы логически поняли, что зло – это то, что истощает вас, чего не должно быть, а значит, оно искусственно внедрено в вашу жизнь, что это действительно паразит, и вы бы попросту перестали его кормить, не позволили бы издеваться над собой и тратить свою энергию жизни, энергию радости. А духотворенное тело чувствует душу, словно батарейку, и его духовные силы, уровень его духовного наполнения полностью зависят от уровня ее заряженности, от уровня радости в ней. Фразы «все наполнено радостью» или «его переполняет радость» говорят о многом. Вы просто не задумываетесь об этом, вы невнимательны к подсказкам, которые присутствуют на каждом шагу, и эти фразы, прежде всего, говорят о существовании такого отдела в вашей конструкции, в конструкции души, который наполняется, имеет определенный уровень энергии жизни. Даже если, говорится, его переполняло чувство вины или он наполнен гневом, то речь идет все о том же, о существовании этого отдела, но в котором в данном случае произошло изменение параметров жизненной энергии в тяжелую форму. Поэтому запомни, уровень жизненной энергии называется уровнем радости. Душа всегда полна радости и покоя, это ее обычное состояние, но только не в вашем случае. В вашей системе это превратилось в непозволительную роскошь. Любое изменение уровня радости в сторону уменьшения и есть процесс получения негативной энергии, а действия, в результате которых происходит снижение уровня радости, и есть то, что вы называете грехами, нарушениями. Совершая их, вы наносите ущерб прежде всего самим себе, душе. Нарушения основных законов влекут за собой изменение качества, структуры и свойств души. Реагируя или становясь жертвой нарушений, вы истощаете отдел энергии жизни. Уровень душевной энергии напрямую связан с вашим поведением. Чем ниже этот уровень и чем кристаллизованнее структура души, тем более грубее ведет себя человек, тем больше становится способен на нарушение. Люди с пониженным уровнем радости имеют способность быстро генерировать тяжелую энергию. Поэтому им один-два раза в месяц требуется выплеск, который выражается в скандалах и истериках. Избавиться от этого можно. Для этого необходимо желание самого человека пойти по пути избавления от вируса. Но часто такие люди отрицают такую необходимость, находя миллион отговорок и попытки, что-то объяснить им только провоцируют их на новый скандал. Но подумайте еще об одном. Душа, вы, является частью организма создателя. И вы, как скафандры, совершая действия, направленные на уменьшение уровня жизненной энергии, а это все ваши негативные поступки, попросту постепенно убиваете часть самого создателя. При совершении нарушений возникает процесс воздействия на вас, душу, напоминающий сдавливание, сжимание, образно говоря, похожий на работу соковыжималки, но только энерговыжималки. Вы испытываете душевную боль и тяжесть. Почему так происходит? Почему вы испытываете негативные ощущения и что служит их источником? Что на самом деле стоит за ними? Что заставляет вас, душу, сжиматься? Что происходит в момент нарушения? Что и как то или иное нарушение меняет вас? Почему какие-то действия являются нарушениями, а какие-то нет? Что само по себе есть нарушение и в чем оно проявляется? Вопросов действительно много и очень важно во всем этом разобраться, так как здесь и находится корень, сама основа условий вашего существования. Сейчас и попробуем это сделать. Итак, все, что вы видите вокруг себя, все, что происходит вокруг вас, это энергии, энергии разного вида, силы и уровня. Абсолютно все состоит из энергии и постоянно вибрирует. Камень, лежащий неподвижно, тоже является энергией, только очень плотного вида, и он тоже имеет определенную вибрацию. Находясь в неподвижном состоянии, все, что окружает вас и вы сами, просто наполнено энергией, либо излучает ее. Но как только вы производите абсолютно любое действие, даже самое незаметное, включая и нефизическое, вы приводите в движение энергию и создаете энергетический поток. Есть естественные энергетические потоки, которые сохраняют гармонию мироздания, а есть искусственные, создаваемые людьми, но допустимые, которые также не влияют на конструкцию создателя. Что такое естественный энергетический поток? Это элемент конструкции, стройматериал, из которого создано все, что ты видишь и не видишь, все, что ты ощущаешь, и не только на ощупь. У создателя совсем иные технологии, и все основано на энергии с возможностью придавать ей разную плотность. Но то, что соединяет и удерживает всю конструкцию, это нити. Это основные естественные энергетические потоки, из которых самым важным для вас является поток жизнеобеспечения. Поток жизнеобеспечения – это то, что в проявленном выглядит в виде всего, что продлевает вашу жизнь, что в прямом смысле кормит вас, ваш человеческий организм. Но сейчас этот самый важный для вас поток завязан на энергетический узел под названием деньги, по причине чего имеет теперь очень искривленный вид. Основных потоков несколько, но можно выделить из них три самых главных. Первый – энергетический поток баланса и гармонии. Это то, что сохраняет и контролирует общую конструкцию трехмерного пространства. То, что ваши ученые называют темной материей. Второй – энергетический поток вашей прямой связи с создателем. Поток вселенского сознания, дающий понимание не только того, кто вы и откуда, но и того, что все вы, души, единое целое, по-настоящему родное друг другу. Третий, только что упомянутый мной, энергетический поток жизнеобеспечения – это базовые условия для выполнения вами вашего предназначения, а именно получения ощущений и сбор информации. И для этого, поверь, было продумано абсолютно все, и не просто так. Если в вашей скафандре конструкции предусмотрен двигатель внутреннего сгорания – желудок, то было продумано и то, что будет его наполнять. Наличие питания изначально предусматривалось по умолчанию, вне зависимости от уровня технического прогресса и стадии развития общества. То есть вам не нужно было мучительно добывать еду, а тем более платить за нее. Без питания вы можете погибнуть, и если создать преграду для его получения, то возникает риск, глупый риск, послать вас за информацию и не получить ее. Подумай, где же логика? Написать сценарий, роль длиною в 70 лет, но при этом знать, что при отсутствии еды вам не прожить и пары месяцев. Значит, действительно изначально была иная система вашего существования. Через естественные энергетические потоки проходит обмен информацией, которая призвана сохранять построенное. Это сложно понять и почувствовать, особенно находясь в материальном мире. У тебя сейчас есть эта уникальная возможность, и ты чувствуешь эти потоки. Вернувшись в трехмерные, этих ощущений ты не забудешь. Это и станет отправной точкой к твоему пробуждению. Но продолжу. Все энергетические потоки имеют определенное направление и силу, но всех их объединяет очень важная черта. Все эти потоки не создают напряжения, не создают давления, так как не выходят за рамки условий существования. Выход энергетического потока за рамки условий существования и есть понятие искривления, а действия, направленные на создание такого искривления, называются нарушениями, грехами. Присутствие вируса, а именно его вмешательство в генную систему человека и сделало возможным появление действий со стороны скафандров, которые нарушают эти рамки. Действий, создающих напряжение, приводящих к возникновению негативной энергии. Такие действия идут в разрез с системой создателя, ломают, искривляют конструкцию пространства, поэтому и являются нарушениями. Нарушение рамок условий существования и приводит к возникновению напряжения. Создается искривленный энергетический поток и вы, душа, будучи тоже энергией, ощущая это напряжение, испытывая дискомфорт и негативные ощущения, начинаете сжиматься, чувствовать боль, выделяя ту самую энергию, которой и питается вирус. Вы, когда прикасаетесь к такому искривленному потоку или становитесь его источником, записываете себя тем самым в нарушители. Если вы находитесь под влиянием искривленного энергетического потока, но не имеете отношения к его возникновению, то становитесь энергетическим донором, жертвой, испытываете душевную боль, выделяете негативную энергию. Так как все очень взаимосвязано, то и вы, души, вплетены не только в скафандр, но и в окружающее пространство. Поэтому любое нарушение системы, искривление энергетических потоков, структуры, конструкции пространства, созданного Богом, оказывает непосредственное влияние на вас. А значит, то, что, как вам кажется, вас не касается, на самом деле имеет к вам прямое отношение. В качестве примера всему вышесказанному возьмем то, что наиболее сильно нарушило рамки условий существования и создало самое серьезное искривление. Снова напомню об энергетическом узле, возникшем в результате проявления действия вируса и искривившем корень вашей жизни, энергетический поток жизнеобеспечения о деньгах. Энергия денег. Существование на вашей планете полностью подчинено деньгам. Ваша жизнь, ваше настроение, а это барометр уровня энергии, в том числе и негативные энергии, полностью зависят от количества, наличия или отсутствия у вас денег. Это не выдумка, ведь на них завязан самый важный, основной энергетический поток, поток жизнеобеспечения, без которого невозможно существовать. Это можно сравнить с тем, что на водолазном шланге, поставляющем воздух водолазу, завязали бы узел. Ваше сознание внедрен миф о том, что деньги имеют энергию и помогают удерживать этот миф настроения, которое меняется у вас при получении вами денег, но на самом деле это тяжелая зависимость, энергетическая зависимость. Энергия прячется не в самих деньгах. Деньги – это узел на потоке жизнеобеспечения, узел, который зациклил на себе его движение и искривил его. Так что уйти или прийти деньги сами не могут. Им помогают это сделать, и поверь, не вы, не гадалки, колдуны или экстрасенсы. Представь, в твоем кошельке большая пачка купюр. Они лежат, ничего не говорят, просто кусочки бумаги. Можешь сказать им что-то, но ничего в ответ не услышишь. Так же и деревья в лесу, что недалеко от твоего дома, стоят, молчат. Но почему-то ты расстроишься сильнее, если из твоего кошелька исчезнут деньги, чем если перестанет существовать лес. Ведь без него завтрашний день для тебя будет таким же, но без денег он будет очень напряженным. И вы наивно начинаете думать, что деньги имеют энергию. Энергию деньгам придает искривленный вирусный сценарий, создающий условия напряжения. В самих деньгах энергии нет. Никаких способов привлечения денег не существует. Все это обман. Если по вирусному сценарию у вас должны быть деньги, то они обязательно будут. Например, если вы решите уволиться и по этой причине останетесь без денег, но у вас прописано в сценарии, что вы живете в доме, который купите сами, то деньги на его покупку появятся все равно. Нужно только разбираться в том, что управляется сценарием, а что вашими действиями в вариациях. И каким способом вирус вывернется перед вами, если вы решите пойти мимо сценария, чтобы вернуть вас в него. Нигде за пределами земли нет такого понятия – деньги. Оно есть только на территории вируса, а значит и на земле. И причина их отсутствия в остальном пространстве очень проста. Что вы собираетесь продавать или покупать, если ничего вам не принадлежит? Вы уходите из этого мира не просто голыми. Вы уходите даже без тела. Получается, даже ваш мозг, в котором вирусом внедрена такая привязанность к деньгам, не принадлежит вам, и в определенный момент он предательски останется на земле, оставив вас один на один с системой Создателя. Все придумано Создателем и является его собственностью. Это прекрасно понимают те, кто живет вне зараженной вирусом зоны. Зачем Создателю деньги, если все принадлежит ему? Для игры? Чтобы послать вас за ощущениями и не получить их, если вы умрете от голода из-за отсутствия денег. То же самое, к примеру, относится и к оружию. Бог не самоубийца. В отсутствие денег в остальном мироздании вам сложно поверить. Причина та же – блокировка вас от контактов с другими цивилизациями. Понятие «деньги» не имеет цифрового кода в системе Создателя, но о таких тонкостях поговорим чуть позже. Сейчас я дам тебе информацию только об энергии, что сопутствует деньгам. Тема достаточно сложная, но я объясню предельно просто. Грубо говоря, сделаю перевод на простой человеческий язык того, что так непонятно и завуалированно для сознания обычного человека подается в различных источниках. Постарайся сейчас быть очень внимательным. Деньги, повторю, сами по себе не обладают энергией. Есть схемы искривления энергетических потоков, которые возникают из-за создания определенных условий и условностей в вашей жизни. Если взять любой энергетический поток и поставить его в зависимость от условностей, привязав к условности любой предмет, то поток примет искривленную негативную форму, начнет зацикливаться на этом предмете и создаст ошибочное ощущение наличия в этом предмете энергии. Что и произошло с деньгами, ставшими этим узлом. Представь, ты стоишь на натянутом канате, как вдруг в одну из рук тебе дают подержать 5-килограммовую гирю. Что происходит? Изменились условия. Нарушен баланс и тебя начинает тянуть в сторону. Ты испытываешь напряжение и серьезные проблемы с его восстановлением. О покое можно забыть. Но когда ты восстановишь баланс, продолжая удерживать гирю в руке, посмотри на то, в какой позе ты находишься. Так же и с деньгами. Энергетический поток, завязанный на деньги, имеет сильный дисбаланс, сильный перекос и тяготение, из-за которого вас теперь энергетически начинает болтать из стороны в сторону, в зависимости от того, есть у вас деньги или нет. Вам словно то дают гирю, то отбирают, и вы не можете обрести спокойствие. И без того искривленный поток энергии на сегодняшний день получил и вовсе глобальное искривление. Деньги практически полностью монополизированы, что делает невозможным вернуть поток жизнеобеспечения в рамки условий существования. Все деньги на земле принадлежат закрытой элите. Публичная элита, повторю, это в основном управляющие деньгами закрытой элиты. Государствами управляют элиты. Организации, которые чеканят деньги, государственные. Но если деньги государственные, а сами государства принадлежат элитам, то чьи же тогда деньги у вас в кармане. Не обольщайтесь и не обманывайте сами себя. Так как деньги есть собственность закрытой элиты, то они решают, сколько вам заплатить, а именно ровно столько, чтобы вам все время их не хватало, чтобы сохранить напряжение, чтобы лишить вас выбора работать на элиты или нет. Поверьте, все высчитано. Человеку действительно всегда не хватает денег, и дело тут вовсе не в аппетитах или свойствах людей. То, что им всегда будет мало, это тоже навязанный миф. Если человеку будет хватать денег на покупку, не в кредит, дома, автомобиля, будет возможность отдыхать со своей семьей, своими детьми в разных местах земли, то 90% населения не захотят большего. И уверяю тебя, не обленятся, ведь чтобы получить все это, им нужно будет в любом случае трудиться. Но трудиться не по 12 часов в день, как вас убеждают, что само по себе тоже является мифом, ведь существует перепроизводство, а по 3-4 часа в день. Такой режим создан только для того, чтобы у вас не было времени на анализ ситуации, времени на то, чтобы задуматься об истинном смысле жизни, догадаться о ловушке, покинуть ее и более не возвращаться. Поверьте, трудиться 3-4 часа в день достаточно, чтобы иметь все то, что я сейчас перечислил, и чтобы ваша экономика оставалась стабильной. Вот и получается, что тогда практически все будут счастливы, а главное спокойны. Но тогда где взять негативную энергию, так необходимую для продолжения жизни вируса? Ведь спокойствие – главная помеха на пути получения вирусом своего питания. Поэтому причина, почему человеку не хватает денег, не в его жадности, а в необходимом для вируса уровне напряжения, при котором образуется негативная, тяжелая энергия, душевная боль. Есть и еще одно внушенное заблуждение – мнение о том, что деньги портят человека. Влияние денег на человека зависит от уровня духовного в нем, уровня жизненной энергии, энергии радости. Чем этот уровень выше, чем человек просветленнее, тем меньше влияние на него оказывают деньги. А значит, это еще раз доказывает, что понятие «деньги» искусственное и не имеет к трехмерному пространству, как к духовной идее Бога, никакого отношения. Душа, если она наполнена жизненной энергией до определенного уровня, не даст сойти с ума от денег. Душа чувствует ненастоящее. Сам по себе скафандр очень легко пропитывается вирусом. Поэтому примеры чрезмерной алчности чаще связаны с крепко спящими или вовсе с пустыми. Они и так не отличаются особым проявлением доброты, а с деньгами совсем теряют контроль. Как бы в ваших условиях не было сложно, вам нужно стараться удерживать определенный уровень жизненной энергии, энергии радости. Это позволит вам сохранить и защитить себя душу, поможет не уснуть и не помутнить рассудок скафандра не только от денег, но и от многих других уловок вирусной системы. Продолжу. Перейду еще к одной очень большой и очень важной теме. Но снова напомню, что я говорю только о вашей модели существования, измененной вирусом. В остальном пространстве главенствует иная система, основанная на иных принципах, лишенная искривлений, а значит всех тех проблем, о которых рассказывалось мной ранее и о которых далее пойдет речь, нигде, кроме как у вас, не существует. Субтитры создавал DimaTorzok